Приветствую, друзья! Вы прошлый ролик, кто не смотрел, пожалуйста, посмотрите там, где мы с Сашей и с Мишей собираем предложения по тому, как нам правильно распределить по темам ли, по проблемам ли, по категориям лиц, как нам расширять нашу школу. Посмотрите и свои предложения добавьте. А сейчас я хочу сказать вам о очень важном. Я вот сейчас думаю, делать нам Академию или не делать, потому что у нас есть школа, но Академия, она для людей, которые уже как бы достигли всего того, что хотели по нашей школе и хотят повысить свой уровень до высочайших высот. Ну вот там я то, что в школе говорил много раз о том, как человек готовит себя к условиям неопределенности, чтобы на уровне инстинктивных реакций быстро соображать, какие принимать решения. То есть ключ к смекалки. Ну вот посмотрите, смекалка и изобретательность. Ведь это одно и то же, только сказанное разными словами. На самом деле изобретательность. Я говорил в прошлый раз как-то на ролике о том, что ученики первые Альшулера, который создал теорию Трис, они у меня тоже проходили обучение. И когда они вышли на это ключевое состояние, мне Николай Калошин сказал, слушай, нам же Альшулер это все рассказывал, только теоретически. А тут я раз и сразу получил практически. Но вопрос в этом и заключается, что тренировка к выработке качества человека будущего, потому что наша школа человек будущего, Homo Futurus, это как раз таки способность быстро адаптироваться, быстро восстанавливаться. И в условиях жестких временных ограничений, почти мгновенно на уровне инстинктов, принимать неординарные решения. Вот же что интересно. Неординарные решения, которые помогут ему в любой ситуации быстро справляться с этими обстоятельствами. Особенно в условиях многозадачника, когда много сразу валится проблем, нужно быстро сориентироваться, адаптироваться, принять верное решение, и оно должно быть творческое. Потому что неординарные решения, это и есть по существу изобретения, прорывы, открытия. Но в этом-то все и дело. Как же это происходит? Ну, в структуре механизма, я уже рассказывал в наших роликах, и многие это уже знают, о том, что неопределенность, а защитой к ней является полная определенность. А полная определенность в наших инстинктах лежит. Например, когда мы нервничаем, решая какую-то задачу, волнуемся, мы ходим туда-сюда по комнате. Это повторяемые действия. Или стучим пальцами, или чешем голову. То есть повторяемые действия снимают напряжение. Эту формулу уже все участники школы знают. Ну, кроме этого, значит, повторяемые действия, они влекут за собой некое вхождение в ритм. В некий автоматизм. И вот этот переход из обычного состояния в автоматизм, скорость этого перехода обеспечивает как раз-таки условия того самого квантового, или триггерного, если говорить правильно, перехода, вот, определенное состояние, которое у нас называется режимом саморегуляции. Ключевое состояние. И в этом состоянии, вот при этом переходе, там есть ноль. Нулевое состояние, модель которого мы по элементам ключ-2 вырабатываем. Это состояние между сном и бодрствованием, которое обычно у нас бывает. И в этом состоянии там нет страхов, стереотипов, комплексов, там нет эго, нету этой рефлексии, потому что мысли не сопровождаются эмоциями. То есть две половины мозга, образно говоря, как бы разблокированы. И готовы к новым соединениям в русле решаемой задачи. Вот эта разблокировка, это по существу, это же очень интересно, я вам рассказываю. Это же та самая нирвана, о которой говорит Будда, и которая пытается получить с помощью медитации. А вот размышления или деятельность в этом состоянии, которая не сопровождается вот этой излишней рефлексией, зацикливаемостью и прочее на пиках возбуждения, называется потоком по Чиксельной Михайле. То, что я вам говорю, это уникально. Этого нигде нет, этого нигде не написано ни в одной книжке мира, и нигде никогда-никогда никто не говорил в интернете. Я недавно слушал журналиста, который разговаривал с одним из специалистов, который говорил о том, что в неопределенности будут такие условия, когда надо быстро принимать решения, смекалка должна работать. И говорил, и говорил, и говорил, и ни разу не сказал о ключе, потому что он не знает. И он говорил, говорил, говорил. И вся тема разговора была разговорная, а по факту, по результату, а что же надо делать, ничего не было сказано, потому что никто этого не знает. Только теории существуют. Мы знаем в нашей школе человека будущего, Homo Futurus, потому что мы как раз таки и есть школа, окно, будущее. Мы как раз таки и знаем. Я недавно рассказывал, как профессор-академик Фролов Константин Васильевич, мой друг, директор Института машиноведения Академии наук, много лет назад, когда приехал ко мне в гости, я проводил конференцию, я его пригласил, и он там сказал такую интересную фразу. «Мы, говорит, ученые, задаем вопрос будущему. Будущее, что нас ждет в будущем?» И не слышим ответа. Он так сказал, потому что он был очень тонкий, он был очень глубокий, он был человеком мудрым и с юмором. А на самом деле, когда мы думаем о нашем будущем, никто ничего не знает, что нас ждет сегодня. Потому что в книжке Куртова Негота написано, там есть теория Баканона, там восьмой том кончался вопросом, если знать всю историю человечества, может ли кто-то ответить на вопрос, что будет завтра? И, по-моему, девятый том из одного слова состоял. Нет. Ну вот это интересно все, друзья мои. И поэтому я вот думаю, сделать эту академию, куда вот именно будут приходить люди, которые уже знают ключ, а там будут получать ключ-2 и ключ-3. И эта академия предназначена для того, чтобы вырабатывать качество и способности быстрого принятия неординарных решений в условиях жестких временных ограничений, изобретать, как я сказал, это уже смекалка, открывать, открыть и делать. И все это основано на том, например, как вот гипноз, например, или ситуация кризисная, чрезвычайная, когда человек, даже не ожидая сам от себя, совершает подвиг какой-то, да, или, допустим, перепрыгивает высоченный забор, который в обычных условиях перепрыгнуть не может, стресс-трамплин, так называемый у меня. Так это все у нас без гипноза вырабатывается в ключевом состоянии с помощью разгрузки с перезагрузкой, с выработкой новых качеств и способностей в русле вот этой целевой темы, чтобы во время разгрузки, попадая в нулевое состояние, освободившись от всех страхов, блоков, шаблонов, авторитетов и так далее, о чем и говорил в свое время в Тризе Альшуллер, чтобы практически это получать, и там получать полную уверенность в решении нерешаемых вопросов. Это у нас с помощью разгрузки с перезагрузкой, у нас есть стандартная формула, чем больше стресса, тем больше сил, а здесь ставишь себе и эту задачу, как команду своему мозгу, как в самогипнозе. Ты себе представляешь, воображаешь, создаешь образ будущего в контексте того, что ты мечтаешь, что в любой ситуации неопределенности, о которой я говорю, мгновенно у тебя появляются решения возникающих вопросов. Итак, друзья, вы напишите мне, готовы ли вы к этой академии, или пока будем продолжать в рамках школы, которая и так будет продолжаться, и будет продолжаться по всем тем условиям, по всем тем форматам, и в WhatsApp писать будете мне. Такие вопросы возникают и в ВКонтакте, и в Фейсбуке у меня есть страница, да, еще и в Одноклассниках. Ну, короче говоря, наша школа обладает очень многими ресурсами, а кто хочет именно туда войти, обязательно в YouTube-канал записывайтесь, чтобы не пропускать ликбезы бесплатные, и будет скоро вебинар «Ключ к смекалке в условиях неопределенности». До встречи, друзья!